Отпраздновали 25-летний юбилей в театре-студии Любови Ермолаевой. Поздравления коллег, планы на будущее и секрет истории театра в нашем материале. Светский раут в фойе театра-студии Любови Ермолаевой – финальный аккорд подготовки к празднованию юбилея. 25 об этой дате говорят и с гордостью, и с неподдельной радостью. Среди гостей можно встретить и друзей из других театров с куда большей историей. Станислав Дубков, директор театра «Кукол», два с половиной десятка лет считает молодостью, но не дилетантством. Этот театр, я не могу сказать, не профессиональный, а профессиональный театр с интересным творческим коллективом, ищущим коллективом. Поэтому мне кажется, что это как раз та самая активная молодость, когда что-то уже сделано, что-то уже узнали, но много еще впереди. Директор департамента культуры летоисчисления театра ведет с другой даты, с истоков. По его подсчетам, нынче театру 50. Я считаю, вместе с театром поэзии, с 1966 года во Дворце культуры нефтяников, тогда не Малунцева, а просто нефтяников, Любовь Иосифовна сделала театр поэзии. Потом народный театр. И все это переросло в муниципальный профессиональный театр. Когда мы 21 февраля 1991 года внесли на заседание Омского городского исполкома вопрос организации шести муниципальных профессиональных коллективов, и среди них театр Ермолая. Отмечать день рождения на сцене – традиция в театральной среде. Герои спектаклей охраняют скромное здание театра-студии. Это разговаривают образы, персонажи многочисленных спектаклей, которые игрались на плетной сцене. За 25 лет накопилось огромное количество костюмов. Все они хранятся здесь, в костюмерном цехе, в несколько рядов, на нескольких ярусах, по всему помещению. Места явно мало. Могу сказать, что театр – это производство. Мы производим спектакли. У нас есть несколько цехов, как на заводе. Поэтому, конечно, как и на любом производстве, у нас возникают трудности. Но, слава Богу, они решаемые. Потому что здесь работают люди, которые любят свою работу, которые увлечены театром, и которые, наверное, немножечко сумасшедшие в этом плане. Поэтому, в принципе, проблемы мы решаем. Трудностей, а их было немало, и это признает весь театральный Омск, не любит вспоминать актриса Лариса Дубинина. В юбилей родного театра есть только пожелания. Беречь традиции, на которых этот театр основывался. Потому что вот этот дух Ермолаевый, дух поэтический, а поэзия – это осмысление философии жизни, да, осмысление жизни, поэтическое осмысление жизни, чтобы он никому там из этого театра не ушел. Денис Иоанна с Артем Колесников. Антенна 7.